В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 53-е заседание. Депутаты рассмотрели несколько десятков вопросов, в числе которых закон о штрафах за безбилетный проезд в общественном транспорте, а также новые меры поддержки многодетным семьям. Парламентарии в двух чтениях проголосовали за установление административной ответственности за безбилетный проезд на общественном транспорте. Региональное министерство транспорта провело мониторинг, который показал, что чаще всего в общественном транспорте без билета проезжают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Вводятся штрафы от 1000 до 1500 рублей. Я хочу отметить, что подобные законопроекты действуют уже в подавляющем количестве субъектов Российской Федерации. И более того, федеральное правительство рекомендует принять такие законы всем субъектам. Сразу хочу обратить внимание, что никакой цели собрать с населением какие-то дополнительные деньги этот законопроект не преследует, а имеет цель дисциплинировать пассажиров. Парламентарии также в двух чтениях проголосовали за внесение изменений в закон Ульяновской области о регулировании земельных отношений. Благодаря принятым изменениям в регионе появится еще одна льгота для многодетных семей, в дополнение к выделению земельных участков. Только сама семья будет решать, какой именно льготой воспользоваться. У многодетных семей появится выбор. Либо получить участок в натуральном виде, либо получить денежную компенсацию вместо него. В настоящий момент размер этой денежной компенсации пока не определен. Также пока не определен порядок ее выплаты. Вот в связи с этим возникают основные вопросы. Также хочу обратить внимание на то, что эти деньги, ну на комитете звучала цифра порядка 200 тысяч рублей. Если семья выберет льготу в денежном выражении, средства можно будет потратить только на улучшение жилищных условий. Внесение первого взноса на ипотеку, приобретение земельного участка, ремонт в доме или квартире. Если семья захочет приобрести участок или дом, то он должен располагаться в Ульяновской области. И все члены семьи должны получить равные доли в праве собственности. Парламентарии также проголосовали за внесение изменений в закон о передаче органам местного самоуправления полномочий по обеспечению жильем некоторых категорий граждан. Речь идет о гражданах, уволенных с военной службы и вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье. Все необходимые заключения на законопроект получены. И также в ходе общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы законопроекта замечаний, предложений по законопроекту не поступало. Для реализации данного законопроекта дополнительных денежных средств из областного бюджета не потребуется. На заседании также рассмотрели вопрос о судебных кадрах, внесении изменений в закон о регулировании земельных отношений и другие законопроекты.